и вадим духом божиим все в духе святом а если этого нет то ничего и нет дальше слушаем понятно давайте я сейчас выключусь и снова включусь у вас изображение тоже что-то плавает я не знаю это давайте лучше ну ладно подожди давайте я отключусь нет подожди Женя пока не надо да не надо поговорим так это время занимает это изображение уже не имеет какие вопросы есть ладно вот дальше тогда давай дальше вот допустим как раз по воспитательной части вот в лагере у вас да или по занятиям там вот допустим к вам приехал на какое-то время или ну или навсегда вам просто не знаю с какими то есть но приехал к вам вот новый человек желающий у вас пожить вы по вместе с вами молиться в ваш ритм жизни войти пожить с вами вот и вдруг вы понимаете что он вам не подходит или что-то там не хочет он меняться или на упор стоит такой да как вы его сразу отсекаете совсем надо же как-то сказать еще а мы скажем ему у него не послушание через край пойдет у нас один приехал и такой мы сразу видим он ищет не того что искать хотел бы добрый человек то мы его предупредили никуда Женя вы отошли да 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 отошел сейчас приготовься меня слышно Игнатий Тихонович да слышно но не видно вот сейчас вот сейчас видно нет не видно еще но видно что скоро появишься вот сейчас видно вот сейчас мне вас тоже хорошо видно и вот следующий вопрос то человек который пришедший к вам в общину пожить и стараться исправить там себя если он в чем-то ну по вере жить в общем и если он в чем-то в общем упорствует как бы идет в разрез с вашим уставом или правилами которые существуют в общине его надо ли сразу отсекать или какое-то время он должен еще побыть там вот как вы это удаляете ненужных людей которые могут повредить другим то смотря какое нарушение смотря какое нарушение смотря какое нарушение надо смотреть по делу но бывает такое что они ревностные все а потом начинает пить просто закладывает ну что предупредили раз другое собрание ему сказали выезжай отсюда и он выехал видно что ничего нельзя дать он пьяный двери там от ворота разломал и никто не знал что у него есть а у него вшитая была эта торпеда ампула и все с ним еще возиться то он алкаш а приехал такой прям добрый работяга сам дом построил все как надо еще все продал и уехал и на этом конец бывает сложнее когда человек ничего за ним такого нету он не пьет не курить не материться не ворует но он холодный он совсем не тот у нас это было даже священник приехал мы так радовались он за русский язык все а потом оказалось что ничего не знает и не интересуется и никакого послушания нет садится на машину у нас тут собрание приехали гости а он куда-то мотается какому-то неизвестно папу куда едет то ну раз другой поговорили видим он совершенно никакой и он видит это он просто чужой у него ребятишек много мы старались помочь кто что дали ему дали не одну тёлку стельные тёлки это а корова уже у весной будет овечки он никому не говоря ничего ночью поколол их на мясо и все разбой ни одного гвоздя нигде не забыл не забил а потом уезжал и божественной книги все в бане нашли брошенный около печки лицемерие одно но долго то ему не пришлось там быть так что мы уже имеем этот опыт а бывает проходит время тянется а потом ну потому что если бы мы были как вот в мире просто никаких правил устава не было а мы же каждое воскресенье идем на литургию ну надо послушание написано поехал куда благослови священника за тебя чтобы молились еще тут непонятно то здесь свое и наконец господь все отнимает человек как бесноватый делается творит на погибель себе самому все вот так что понятно это наказание в самом его находится не на стороне а в нем саму и он еще не может сделать семья вся разваливается у него дети безбожники она кресты с них снимает посты не соблюдает еще говорит ясно дело что приходится и выезжать понятно а вот у вас василий то вернулся вот который бороду хотел побрить там сбрил да нет он приезжать то приезжает он по-моему вернулся вот вроде неплохой парень то тоже и это как его судьба то сейчас он у вас или нет нет он как ушел там и есть но я ему объяснял какая причина этого она причина может быть не в нем даже дело в том что тот священник куда он ушел он стоит на особом учете в кгб тут корейские студенты учились и ну эти скинхеды и будто вон священник был с ними связан каким-то образом убили корейского студента ну и другое было он отошел от московской патриархии потому что приняли устав узурпирующий власть буквально отняли всего священника но власть и они от него отошли власти не знать что у них делается им нужен там человек я ему так разъясняю вот а у нас то все открыто все записано у нас вообще ничего нету и они могли его вызвать и сказать а он из греции учится здесь ему обязательно закончить иначе все пропало и сказали тебе тут чё делать это перейди туда иногда чтобы нам на контроле то держать то это один из вариантов был я ему это все сказал когда он был тебя просто туда как утку подсадили горит на сетку и все и он молчит голову наклонил только у тебя выхода то никакого нету я тебя понимаю могу только сочувствовать это один из вариантов почему ты пошел а второе это то что его отец не 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 хотел чтобы он был здесь отец а вот сам говорит и жить то негде был я сказал один год я проживу дядя игнатия на один год вроде дал оброк такой богу до того смешно я спрашиваю чем ты недоволен был нет всем доволен ни слова не говоря был один я уехал на целое лето он один здесь стал ушел ушел куда где никогда не был еще не знает тут что-то есть еще может быть но мы не знаем да нам зачем это знать мы переговорили сказали он свободный человек но он приезжает деревню там мы встречаемся беседуем молимся приходит храм но так как бороду портит он соглашенными выходит ему это не нравится но наше правило у вас там вот бритый у нас не будет стоять он постоит до времени пока оглашенные зайдите и потом он выходит а если он уже нам близки и ни один допустим видим что уже ни один месяц и он бороду не отпускает мы еще раз с ним говорим как правило такой человек перестает ходить сам мы ему не отказываем он может ходить но он понимает что он чужой здесь и будет всегда чужой и он сам уходит так что без бороды ему ему отказали в храм заходить такого у нас не было понятно а человек если грехе его узнают тут проще всего он соглашенными выходит его сразу видно он себя неуютно чувствует но естественно что мы об этом говорим он начинает возникать и тут дальше на наторенная дорожка он ищет себя соратников кто будет против находит или не находит бывает уходит не один ушел дальше нету а дальше идет сектанты какие-то теряет веру просто блудит где-то будет напропалу или запился совсем и просто так чтобы ушел и остался в прежнем состоянии не говоря что выше духовно такого не было ни одного случая ни одного и не могло быть мы слишком многое вкладываем несмотря на это еще такие как со христом ходили все ушли он не хотите ли вы уйти ушли 12 человек опять только осталось так что бог рассудит ты еще спрашиваешь для себя стартовую площадку готовишь если не так будешь поступать куда тебе уходить нет почему нет нет просто судьба того человека волнует ведь он действительно ну вот мне просто это интересно тоже вот как он сказал говорит я сказал что ровно год пробуду и вот как-то год прошел как бы и он уходит ну вот это тоже я не совсем понял это у меня знакомый это у меня просто тоже один знакомый такой был но он и есть но просто когда мы с ним познакомились а он выпивал и потом смотрю он трезвый ходит на службы в церковь и я тоже и потом мы поехали на источник там святое место источник монастырь там храм а и в общем приехали побыли там все нормально обратно приехали и вот он год не пил ровно год и он мне я ему сказал говорю о как хорошо ты не пьешь там и дальше так не пей он говорит я дал обет богу говорит не пить один год ровно один год обет богу дал я говорю но если ты год не будешь пить так и дальше же можно не пить значит но причем это продли этот обет если ты так говоришь ну как бы обет богу или не пей просто раз год ты прожил нормально и в трезвом уме я говорю значит можно же и дальше жить и вот проходит ровно год он запил до сильно запил там запои валяется в грязи все это там мать бедная мучайся с ним так сказать ему но он знают еще он с ним это парализован был там в больницах операции тоже были он инвалид ему пожизненно инвалидность это не надо подробности ж не надо погрывать время это спать сша это подробности на бог находятся но пьяница и пьяница ушел его нет еще про него говорить это подробности биографии его отличие нам не надо о задных Sudan не нужно Просто вот это вот удивляет, как человек говорит, ровно год, а потом не идет. Мы не знаем, какие другие подспудные причины. Мы не знаем. Да нам еще и узнавать. Он избрал такой путь, я знаю только то, что у нас было, там у него нету и не будет. Ни раннего этого вставания, ни ежедневной молитвы, неоднократно, притом этого ничего нету. И он это понимает. И он наконец охлаждается, ничего там нету, он еще думает, живет еще старым жиром, как говорится. Мы это очень хорошо знаем. Поэтому должно быть постоянно, чтобы горел огонь, подпитка должна быть. А там ничего нету. Один среди чужих. И молиться за таких? Мы молимся каждый день, чтобы Бог дал ему веру. Это потеря веры. Вот бороду я решил столько-то снять, потом оставить столько-то. Ну, говорит, как малахольный называет. Не в своем уме. Ну, а дальше что? А дальше уже сбрил полностью, уже ничего нету. Это или женщина на пути встретилась, или что-то еще лукавить научается. Это блудодейная ересь бороду скребет. Блудодейная. Это блуд. Блуд через лицо. Женщина не просто губы красит. Она показывает, что она в охотке. Как кошка, как собака, как корова. Что ей надо быка, кобеля и кота. Она через эти губы пытается показать, что на других губах у ней. Это врачи объясняют. Потому что она в охоте, и у ней наливается все кровью. Так что, тут говорить срам один. Мы-то знаем, это взрослые люди. Все ясно. Ясно. Ну, вот, повторите мне тот вопрос, первый-то который был. Когда запись еще не шла. Ну, давай, говори. Повторите, чтобы он записал все. Да, что хотел? Может ли, может ли истинно верующий человек долго скрывать свой обман, маскируясь под верующего? Но не истинно верующий, который, я объясняю, что не сможет. Где-то он сможет, а у нас не сможет. Его видно. Вот он стал ходить один, и он, ну, как будто верующий. Нет. Он даже внешне будет, и бороду отпустит. Это проявляет, это другой запах. Запах живительный на жизнь, на смерть. Другой. Его даже определять не надо. Он просто другой. Это другой. И он нерожденный. Он мертв, от него трупный запах идет. Так скажем. У нас были эти люди, были такие, приходили, мы с ними занимались. Кто-то обращается, кается. Ну, а бывает, он такой и остается. Ну, и что с ним? Это его путь. Мы ему показываем, что ты не пропускай богослужения. Он пропускает. Ты сейчас ревнуй пост. Он не причащается. У нас в течение года не причащается. Он обязан с соглашенными выходить. А ему нужды нету. Бывает. У нас вот в основном это из-за бороды молодежи. Борода нет. И постепенно отпадает. Но мы не можем пойти навстречу. Это все разврат ума, искажение слова, как Тющев говорил. Еще что? А вот как раз обороте-то тоже хотел уточнить. Вот как быть молодым людям. То есть, если ему уже 18 лет исполнилось, то ему можно и не брить ее. Ладно еще, когда он отрок, это понятно. Там всякое бывает. У кого не растет, у кого растет. А вот если ему 18 лет уже, паспорт он имеет, все. И он, ну, по каким-то причинам, может быть, не хочет брить бороду. Даже, может, он не связывает это с верой, если. Но хочет, чтобы росла борода у него. Ну и пускай. Но только это ненадежно. Он и должен такой быть. Это от веры не зависит. Карл Марс не верующий был, Фридрих Энгельс. А были с бородами. Дело-то они даже не верят. Но если он не поверит, он в любой момент уберет их. Встретилась женщина или кто-то. Поверь, только веру удерживают от прикосновения. Ни одной волосинки никогда не тронет. Помаленьку у него кустится. Видно, что только начинает. И никогда нельзя трогать. Слово бритвы исключи и выбрось ее из дома. О чем рассуждают, я не пойму. То есть ему надо посоветовать, чтобы он это ради Бога делал. Бог это поверил. Чтобы ради Бога это делал. Да, это война Богу. Объявляет войну Богу, что ты неправильно меня сотворил. И скобит себя, как яйцо куриное. Для чего это нужно? Кому это нужно? Ну посмотри на иконы. Где ты видел бритвых? И спрашивается, для чего? Нет, нет. Это вот племянник мой, он перестал бриться сам, причем мой племянник. Из-за этого я это как бы... Он это с верой пока не совмещает, но желательно это совместить. Я так понимаю. Да какая разница это? Сколько народностей есть, которые вообще не связывают с верой. Просто так принято, так и ходят. Фидель Кастро с бородой, кубинский руководитель. Он с верой не связывает. Так принято. Так всегда в русском народе было. Вот я смотрю, журнал «Баптист» был за 1909 год. Большой журнал. И сидит молодежь, молодежь вся, и все до одного с бородами. «Баптисты» это мода? Это пошла совсем недавно. Мода. Посмотри, Макаров, Адмирал. Посмотри, другие, которые сидят. У Некрасова какая борода. Погляди. Попов там, там изобретатель радио, хотя он не изобретатель. Там три волосинка. Хо Ши Мин, а он был уважаемый в Советском Союзе. А там три волосинки торчит. Он их не трогал. Значит, у него что-то есть. Вопрос о бороде тут и решать не надо. Бог так создал. Все по... Больше рассуждать не о чем. Петух свой хвост не подрезает. Я вот просто волнуюсь. Она у меня быстро растет, борода-то. У меня вообще волосы быстро растут. А если она слишком длинная будет, ну... Ну как? Очень слишком длинная будет. Подрезаешь, сделаешь тут небольшой мешочек и в мешочке больше носить. Она у тебя метра три-то не будет. Да это разговор один. У Ануфрии была до земли, он ее не трогал. У Макария была до лядвия. Да, до ляшек. А у другого, вот у меня она вот такая есть, а у другого еще меньше. И ни одной волосинки не трогать. Она дальше сечется. Сечется, ну, крошится и все, больше она не растет. Это наследственная. А, понял, понял. Все понял, понял. То есть она до какого-то может расти-расти и уже там как бы замедлить рост и меньше-меньше. Нет, она не замедлит рост. Рост она не замедлит. Она просто сечется волос в конце волос. И осыпается, и больше их нет. Все время на одном уровне она идет. Понял, все понял. Посепенно там по сантиметру. Вот у меня в Бороде, допустим, меня в лагере обрели. Это с 87-го года. Считай, сколько? Что спрашивать? Много, да. Так, вопрос? Все, ну и вот то, что я говорил, помолиться за квартиру и дом. Да, мы помолимся сейчас сразу же. Житейская ситуация вот эта такая. Сейчас становись и помолимся вместе. Не отключайте. Так, говори. Ну ты поколоти их, оперила-то, и все вылетит. Ну, вытряхни как, как мешки вытряхают. Вывороти его другой стороной. Ты поколоти на улицу, люди выйдут. Да какая разница? Я думал, что остается в мешке, а это делай как есть. Ничего с тряпой и все. Никакое. Все перепечется, ничего нету. Ну, правильно. Ну, и сейчас редко пешку топим. Через два дня, три дня. Ну. Спасибо, Христос. Да. Ну, понял. Ну, помни, понял. На дорогу нам нужны сухари. Суши. Мы будем благодарны Господу. И вам. Да. Ну, ну. Ну, если останется, мы не знаем. Потому что тут у нас уже брали. Володя там смотрит. Перед тем, как выехать ему, тогда он уже узнает, что у нас есть. Да, конечно. Конечно. Да надо было осенью сказать, мы бы завезли. Ну, надо было побольше взять, здесь положить, сохранить. С Богом. Благодарю. Так, молимся. На молитву встань. Божьей милостью, будь мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесное, утешителю души истинной, и живи с детства, и вся исполняет сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны, и очистены от всяких скверно, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святые посетей, исцельнемощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое Да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши Яко же и мы оставляем ложником нашим, и не веди нас во искушение Но избави нас от лука вагом, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки, аминь Господи, услыши нашу молитву, ты знаешь, что нужду Евгения Устрой все и положи ему на сердце добрый совет И чтобы священник в молительном состоянии дал этот совет И помоги избрать лучшее, как тебе угодно Мы не знаем, что и где ожидает нас Только Твоя святая воля может определить дальнейший путь наш Чтобы нам не нарушить волю Твою святую Дух Твой святой да наставит нас на всякую правду Хвала Тебе и слава, и честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух Аминь К Богу нашему слава Вот и все Мы помолились Теперь, если будет возможность, сходи к священнику Не откладывай И расскажи ему все, как есть Слава Христу Слава Христу Так, вопросов больше нет? Слава Все? Все нету больше Спасибо, Игнатий Тихонович С Богом Да благословить Тебя Господь Всем поклон Спасибо, Христос Всем поклон, дай Бог здоровья всей общине вашей Только поддержку Да, будем молиться дальше Спасибо, Христос С Богом Слава Христу С Богом С Богом Видишь, как Господь У него нужда, дом не продает и другой покупает Квартиру продает, а дом надо купить Ну, как Богу угодно Я поэтому еще могу сказать Если Бог устроит, то устроит